Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале новой очередной торговой недели. По своему институту еще открываем сегодня новый месяц и понимаем то, что если стартует новый календарный 30-дневный период, значит у нас впереди на повестке ключевой отчет по американскому рынку труда нон-фарм-перлс. В эту пятницу к нему внимание будет безусловно значительное, потому что, как вы прекрасно понимаете, сейчас к американской статистике вовсе двойное внимание, поскольку каждый отчет всему ли такого масштаба формата может непосредственно напрямую повлиять на решения ФРС по ужесточению монетарной политики. То есть мы с вами по-прежнему ждем повышения процентной ставки, время идет, вот декабрьское заседание совсем скоро, и если статистика в ходе последующих торговых сессий, последующих месяцев до конца 2016 года сохранит тот положительный тренд, который в принципе мы в целом сейчас наблюдаем, тогда действительно ФРС может выйти на это решение. Ну, обо всем мы традиционно поговорим, давайте подробнее, конкретнее. Хочу сразу же отметить то, что не забывайте, что сегодня в 16.30 состоится традиционный вебинар «Правильный понедельник», где мы пробежимся по основным макроэкономическим событиям прошлой недели, детально их разберем, проанализируем, посмотрим на реакцию инструментов, которые в принципе были заряжены на те или иные движения. Обратимся к календарю предстоящей недели, посмотрим на отчеты, которые вот на повестке последующих торговых сессий, и традиционным слайдом по наиболее ликвидным валютным парам поставим недельные цели. Поэтому, если у вас есть возможность присутствовать на вебинаре, буду с огромным удовольствием вас всех наблюдать. Но если нет, буквально уже с завтрашнего утра вебинар будет доступен на нашем официальном канале на YouTube, поэтому также хочу воспользоваться возможностью снова сообщить вам о том, что если вы еще не подписаны на наш канал, обязательно сделайте это, потому что именно на YouTube у вас есть возможность отслеживать самый новый видеоконтент, комментировать видео, оставлять ваши вопросы, ну и, я надеюсь, конечно же, ваши лайки. Ну а теперь давайте переходить к нашему традиционному сценарию и начнем с того, что же нам показал рынок нефти в ходе прошлой недели. Поскольку из-за семинаров и конференций, которые прошли в Новосибирске и Красноярске, у меня не было физической возможности присутствовать, собственно, на наших прямых эфирах, я сейчас, как и ранее было сказано, постараюсь реабилитироваться и, в принципе, подытожить все, что мы видели и наблюдали на рынке нефти в последние три торговые сессии. Безусловно, все внимание трейдеров, которые ориентируются на трейдинг именно черным золотом, было приковано к заседанию стран экспортеров нефти ближневосточного картеля заседание неформальное, которое было приурочено еще к 15-му международному энергетическому форуму. И почему это заседание было интересно? Потому что, вроде бы как, на нем стороны должны были обсудить возможности восстановления балансового состояния между спросом и предложением, то есть стабилизации ситуации, даже в формате ценовой конъюнтуры. Вы помните, что на это событие мы с вами ориентировались уже задолго, собственно, до того, как оно началось. В принципе, как только сообщение о том, что оно произойдет, появилось, мы стали обсуждать, готовиться к тому, какие же все-таки выводы мы можем увидеть и каким результатом оно может привести. Каждый комментарий, каждый слух внимательно нами анализировался и мы с вами объективно делали выводы о том, что, скорее всего, договоренности не будет, потому что понимаем, насколько сейчас остро по-прежнему уступает противостояние между Саудовской Аравией и Ираном, какие цели преследуют эти регионы и, соответственно, сам факт полярности их политик, хотя лучше, наверное, сказать то, что политика-то у них сходная, это экспансия на рынке и сохранение собственной доли. Ну, в общем, такой подход позволял нам делать ставку на то, что договоренности, скорее всего, не будут достигнуты. Но это были только предположения. Вы представляете, каковым было удивлением буквально всех трейдеров, которые все-таки следили за этим активом, так же, как и мы, объективно оценивая фундамент и понимая то, что оснований для таких договоренностей нет, тем более, что речь шла ведь о неформальной встрече, все-таки, когда это решение было анонсировано. После двух дней заседаний, фактически четырех часов переговоров, которые прошли в среду, ближневосточный картель принял решение о заморозке объемов производства нефти, точнее, об ограничении, лучше сказать, в диапазоне 32,5-33 миллионов баррелей в сутки. Напоминаю то, что сейчас конечная и общая выработка по производству нефти составляет примерно 33,6, может быть, даже 33,7 миллиона баррелей. Это как раз тот объем по производству, который приходится на страны ОПЕК. И, соответственно, если дело дойдет до фактического сокращения ограничения добычи, то мы можем увидеть сокращение спад примерно на 0,7 миллиона баррелей в сутки по производству. Важно отметить то, что договоренность действительно была достигнута. Но фактической дорожной карты того, как это будет осуществляться, пока что нет. И стороны пришли к поводу о том, что специально для этого нужно будет собраться в конце ноября в Вене. Поэтому сейчас мы только можем вооружиться лишь предварительным итогом того, что страны будут снижать и корректировать объемы производства. Конечно же, такое решение вызвало крайнее недоумение среди всех трейдеров, потому что на него никто не рассчитывал. И буквально за несколько дней до этого, вы помните, как со стороны Ирана, так и со стороны Саудовской Аравии, поступали комментарии о том, что эта встреча носит исключительно информационный характер. Стороны обсуждают возможные потенциальные действия, то есть обмениваются мнениями, но вряд ли будут, опять же, настолько замотивированы, чтобы принять какое-то решение. В результате, в конечном счете и уже, если подводя итоги, конечно же, озвученное решение вызвало массу недовольствий среди тех трейдеров, которые все-таки делали ставку на ослабление этого актива. И поскольку решение положительным образом все-таки трактуется, это привело к тому ралли по рынку нефти, который мы с вами и наблюдали. Фактически с отметки 46.74 бренд улетел выше 50, локальный хайп 50.38, сейчас актив торгует на уровне 50 долларов за баррель. Помимо самого итога этой встречи, в качестве локального фактора поддержки стоит отметить еще и статистику по запасам нефти в США, в частности, запасы по итогам позапрошлой недели снизились на 1,9 миллиона. Это данные от Минэнерго США. И трейдеры были настолько вдохновлены, собственно, этой статистикой и итогом встречи заседания ближневосточного картеля, что проигнорировали данные по росту запасов бензина, которые по факту увеличения превзошли даже сокращение запасов нефти. Запасы бензина выросли на 2,03 миллиона баррелей. Если обратиться к другим макроэкономическим отсчетам до конца недели, то были, конечно же, статистические элизы, которые, в принципе, создают возможности для распродаж бренда. Во-первых, это традиционный отчет от Baker Hages по количеству нефтиных платформ, по факту опубликованной цифры. Количество платформ увеличилось на 7 штук со 418 до 425. Плюс ко всему, ОПЕК еще представил новые цифры по добыче, и мы можем сделать вывод уже от тех релизов, которые увидели, что сейчас объемы добычи находятся на новых исторических максимумах 33,6. Увеличение произошло за счет роста добычи в Ираке и Ливии. И на этом фоне, на фоне тех цифр, которые мы получили по факту, я хочу отметить, что для того, чтобы ситуацию реально можно было бы стабилизировать на рынке энергоресурсов, то есть создать условия для баланса между спросом и предложением, нужно, чтобы объемы производства снизились не на 0,7 миллиона баррелей в сутки, как предполагается в случае, если не появится никаких форс-мажоров на ноябрьской встрече, а примерно на 1,5 миллиона, то есть в два раза больше. И еще один важный сейчас нюанс, который, в принципе, был озвучен рядом инвестиционных банков, о том, что очень часто регионы имеют дело с определенными квотами, но даже сам факт того, что эти квоты присутствуют и ими нужно руководствоваться, многие регионы и страны просто игнорируют их. И я хочу, чтобы вы вспомнили про ту квоту, которая сейчас находится, которая должна была действовать по производству нефти в рамках ОПЕК, это 30 миллионов баррелей в сутки. И несмотря на эту квоту, фактически его цифры по производству 33,6 миллиона. То есть эти квоты есть, но они серьезно превосходятся по реальному производству. Поэтому сейчас резюмирую тот новостной фон, который у нас есть. Поскольку мы с вами ждем венской встречи в ноябре, ждем дорожной карты и ждем все-таки той позиции, которая была озвучена в ходе заседания ОПЕК, то что страны Саудовская Аравия и Иран действительно будут сокращать производство. Этих ожиданий, в принципе, сейчас может быть вполне достаточно, чтобы поддержать краткосрочные обычаи рамки, хотя бы до конца ноября. Поэтому, сохраняя долгосрочные медвежьи ориентиры, которые были озвучены мной еще до заседания ОПЕК, и это ориентиры, которые предполагали возможность увидеть бренд ниже 45 долларов за баррель, я хочу, чтобы вы также присмотрелись и к краткосрочным возможностям. Эти краткосрочные возможности предполагают то, что бренд до конца ноября может протестировать сопротивление 52,5 доллара за баррель. Ну, а уже дальнейшая динамика будет зависеть именно от конечной договоренности, которые будут озвучены только в конце ноября. Если действительно Иран и Саудовская Аравия признают необходимость соглашения производства, это будут не только слова, тогда нужно будет все-таки быть реалистным и понимать то, что решение, которое многие ждали еще несколько лет назад, все-таки было озвучено, стороны, страны договорились, осознали необходимость солидарных совместных действий, и это, конечно же, откроет возможности для еще более динамичного восходящего движения бренд и добытия, к примеру, с закреплением выше 55 долларов за баррель. Но пока я о таких высоких уровнях говорить не хочу, потому что ситуация в любой момент может очень быстро быть переиграна. То есть, ноябрьская встреча, 30 ноября и конечное решение, что сокращение производства не будет. Тогда бренд очень быстро развернется и будет нацелен на те ориентиры, которые мы сейчас, с точки зрения коррекции, рассматриваем в качестве такого долгосрочного сценария. Поэтому краткосрочно предлагаю прокатиться до 52,5, не выше. Для тех, кто считает, что бренд вряд ли будет расти дальше, ему трудно будет закрепиться выше 50 долларов за баррель, то есть будет корректироваться, то есть это опять же те трейдеры, которые стоят уже в сделке очень давно и ждут как минимум 45 долларов за баррель. Я не хочу сейчас стараться вас переубедить в том, что это верные ожидания, потому что в целом я их абсолютно разделяю. Никакой конкретики еще нет, за словом дело не последовало, поэтому нам остается только следить за дальнейшим новостным фоном, выискивая все-таки больше шансов и возможностей для коррекции долгосрочного характера этого актива. Российская валюта по факту того роста нефти, который мы видели, крепилось до 62,90. Я думаю, что пара USDRAP вряд ли закрепится ниже 62,5, потому что это уже такой экстремум по именно курсу российского валютного актива в пересчете на рублевую стоимость барреля нефти. То есть такие ценовые уровни крайне сейчас неблагоприятны для российской экономики с учетом пополнения опять же бюджета РФ, которые по-прежнему испытывают серьезные проблемы с точки зрения дефицитности. Поэтому если вы воздерживались от сделок по покупкам рубля ранее, точнее по покупкам валюты против рубля, сейчас есть еще более лучшая возможность, чем была создана на рынке ранее. То есть мы рассчитывали, что не сможем скорректироваться ниже 63, но вы видите договоренности, которые были все-таки достигнуты по факту встречи ОПЕК, внесли свои коррективы в ту динамику, которую мы наблюдали. Но дальше уже не пустят пару. Те параметры, которые я, в принципе, озвучил с точки зрения показателей бюджета и сам факт сырьевой ориентации российской экономики, которая продолжает катастрофическим образом быть зависимой от ситуации, которая складывается на рынке энергоресурсов. Поэтому в качестве ближайшей цели уже приходится рассчитывать на более скромные значения ни 67, ни 68, а снова тестирование сопротивления, которое было ранее очень долго на наших мониторах, это 65 рублей против американцев. Сегодня, кстати, в рамках торговой сессии выйдет несколько отчетов по российской экономике, в частности, показатели по ОВП. Предлагаю уже посмотреть за этой статистикой, ну и подвести итоги уже в ходе завтрашнего брифинга. Поэтому потерпите, завтра я вам расскажу про ту ситуацию, которая складывается с точки зрения статистики на российском рынке. Дальше идем. Европейская валюта против доллара. В целом, какой бы валютный актив мы сейчас с вами не проанализировали, но вот традиционный набор у нас евро-доллар, USD-йена, фунт-доллар, австралийц против американцев, новзеландская валюта против доллара, USD-ката и доллар-франк. Если вы посмотрите на прошлую неделю, диапазон входов был довольно-таки зажат. То есть, рынок продолжает топтаться на тех идеях, которые были озвучены ранее, понимая то, что без дополнительного фундаментального триггера мы не увидим. Той самой интересной волатильности, к которой уже привыкли по факту последних недель. Но, в частности, на этой неделе у нас non-farm parallels, и поскольку этот отчет будет напрямую влиять на американца, мы можем как раз дождаться тестирования локальных экстремов, хаев и минимальных уровней диапазонов по валютным парам. И я надеюсь, что, опять же, статистика по non-farm parallels будет создавать возможности для большего роли доллара и позволит нам оказать давление на риск инструмента. Обо всем по порядку. Евро-доллар. Диапазон 1.1150 – 1.1250. Вы помните, что я ориентировал вас на возможность тестирования пары евро-долларом поддержки 1.1100 только после этого продажи. Пожалуй, глядя на текущие котировки 1.1230, может быть, я потороплюсь, но все-таки скажу, что сейчас есть хорошая возможность, чтобы продавать европейскую валюту даже с точки зрения краткосрочных ориентиров. И, опять же, против евро. А сейчас может сыграть макроэкономический фон из США. И резонанса, опять же, последних комментариев, которые мы слышали со стороны представителей ФРС и со стороны руководителя американского регулятора Джанет Ерик. Ну, с вашего позволения, мы итоги фундаментального фона по США давайте подведем, когда переключимся на пару юристов и иена. А вот что касается европейской валюты, то на прошлой неделе факторы поддержки для евро – это, безусловно, укрепление позиций японской валюты. Вы знаете, то, что повышенный спрос на иену позволяет нам сделать ставку на рост евро, поскольку европейская валюта отличается и характеризуется статусом валюты фондирования. Плюс ко всему, на прошлой неделе был опубликован целый блок довольно неплохих отчетов европейского происхождения. Буквально с начала прошлой недели отчет по ИФО «Бизнес-ожидания» Германии. Максимальные значения с маяч 2014 года. Удивительно было видеть, конечно же, улучшение бизнес-настроений и, опять же, констатировать то, что немецкие промышленники с оптимизмом смотрят в будущее и достаточно высоко оценивают перспективы, собственно, промышленного сектора. Разумеется, такие отчеты, как ИФО от РОШИ, они очень сильно контрастируют с теми данными, которые мы получали по индексам деловой активности производственного сектора и сферы услуг, находящихся на минимальных значениях. Но, может быть, не стоит особо делать чрезмерно оптимистичные выводы по статистике ИФО, потому что она традиционно, на мой взгляд, больше указывает на субъективное мнение. Более объективный отчет – это статистика по ЗИО, она у нас только на повестке. Вслед за данными по ИФО состоялось выступление председателя Европейского центрального банка Марио Драги, который в очередной раз был довольно скован в своих комментариях по перспективам денежно-кредитной политики. И даже в этот раз предпочел вовсе не касаться дальнейших планов и даже не подгорел на рынке вот этими прежними регулярными комментариями о том, что ИЦБ готов вмешаться в ситуацию, чтобы, опять же, подстегнуть индекс потребительских цен и, в принципе, улучшить экономическую конъюнтуру посредством новых дополнительных вливаний в экономику, продление сроков действия программы количественного смельчения либо расширение от пула в окупаемых активах. В этот раз на прошлой неделе таких комментариев мы с вами не дождались. Поскольку их не было, рынок, в принципе, не счел нужным и необходимым использовать выступление Драги в качестве триггера и катализатора для движения пары евро-долларов. После этого были опубликованы данные еще по индексу настроений и доверию потребителей. Статистика снова, в принципе, неплохая. Доверие потребителей минус 1,7 против прошлого спада на минус 4,3. Индекс настроений 104,9 со 103,5 и два отчета по индексу потребительских цен. Сначала по Германии рост 0,1% с 0 в месячном выражении и 0,7 с 0,4 в годовом выражении. В пятницу, как вы знаете, вышел отчет по индексу потребительских цен еврозоны. В целом, снова хорошая статистика, тоже вопреки ожиданиям. 0,4 в годовом выражении с 0,2. Это максимальное значение за последние два года. Видимо, трейдеры и инвесторы, спекулянты вдохновились фактом роста цен и решили, что именно повышение цен на энергетическое сырье будет способствовать дальнейшему повышательному ралли и динамике общего показателя инфляции. Рост инфляции, то есть индекс потребительских цен будет корректировать планы Европейского центрального банка и, возможно, станет причиной, по которой ЕЦБ воздержится от дополнительных хостимулов. Но, опять же, это только локальная статистика. У нас по-прежнему нет с вами тренда, который смог бы позволить нам сказать о том, что за последний квартал ситуация явно улучшилась. Базис для роста этого показателя был создан, и мы видим то, что улучшение макроэкономической картины может повлиять на дальнейшие показатели по ОВП и на потребительскую активность. Я сейчас не могу этого сказать, потому что реагировать только на локальное, внутринедельное, внутримесячное проявление отчета позитивным чеком срочно может быть и можно. Но мы с вами исходим из среднесрочных, как минимум, ориентиров, и пока я никак не вижу поводов, которые позволили бы покупать европейскую валюту. Особенно на фоне в любой момент, возможно, возобновляемого, опять же, роста американского доллара, который, как и ранее, готовится к повышению процентной ставки. И, судя по последним комментариям, которые мы получали со стороны представителей ФРС, Джанет Йеллин, действительно, в декабре повышение процентной ставки будет анонсировано. В общем, вот эта контрастность монетарных политик, которая по-прежнему сохраняет актуальность сейчас, как раз-таки позволила мне дать вам рекомендацию по поводу распродажи европейской валюты с текущих уровней. Дальше идем. Доллар против иены. Мы видим то, что пара, в принципе, находится сейчас в локальном повышательном тренде. Вот последние пять торговых сессий, если взять в расчеты сегодняшний день, пара действительно растет, но прирост очень скромный. Несколько десятков пунктов, и в целом за этот период в пять торговых сессий даже меньше фигуры мы прибавили. Точнее, прибавил доллар против японской валюты. Причины сохранения позитива в отношении американцев. Это те комментарии, которые мы снова с вами анализировали со стороны ФРС и, в частности, со стороны госпожи Елен на прошлой неделе. В ходе ее выступления она повторила точь-точь слово в слово то, что было озвучено ей в ходе пресс-конференции двумя неделями ранее, когда мы с вами анализировали ставку ФРС. Вы помните, она была сохранена на прежнем уровне. Джанет Хиллин была задана массой вопросов по поводу дальнейших планов. И Джанет Хиллин тезисно ответила следующим образом. То, что макроэкономическая картина улучшается. Повышение процентной ставки не за горами. Большинство членов выступает за то, что ставка будет поднята в конце декабря. Инфляционные ожидания находятся на высоком уровне. И, в принципе, Джанет Хиллин также разделяет картину того, что макроэкономическая ситуация явно улучшилась. Было повторено, в буквальном смысле, все то же самое. Вслед за выступлением Джанет Хиллин прошла конференция представителей ФРС Лоретта Мейстер, которая является голосующим членом. Лоретта Мейстер отметила, что лично в сентябре уже голосовала за повышение ставки. Считает, что американская экономика по темпам экономического восстановления легко выберется за 2%, считает то, что промедление с повышением процентных ставок может быть чревато рисками рецессии. И, по ее мнению, макроэкономическая картина не только не улучшается, она находится в самой лучшей форме за последние, по-моему, 2,5 года. Ну, точный срок я не помню, 2 года, наверное, уж точно. И, по ее мнению, сейчас как раз американская экономика готова к тому, чтобы столкнуться с нормализацией денежно-кредитной политики. И, соответственно, лично ее решение дальнейшее будет снова лоббирование идеи ужесточения монетарной политики. Плюс ко всему, на прошлой неделе, если говорить, опять же, про влияние статистики на доллар, снова вышли отчеты локального характера. Это заявки на пособие по безработице по факту, опубликованные цифры 254 тысячи против прошлого 251 тысячи. Не стоит расстраиваться, что прирост заявок на 3 тысячи – это негатив. Нет, мы по-прежнему видим то, что общая ситуация с рынком труда и занятости находится на самом лучшем уровне и в целом за последние 40 лет. И если бы мы увидели то, что количество заявок на пособие по безработице, казалось бы, меньше 250 тысяч, это и вовсе был бы фактически рекорд за последние несколько десятков лет. В ВВП на прошлой неделе вышли 1,4%, во втором квартале прирост против прошлого показателя 1,1%. И если бы чуть не разочаровали данные по личным доходам и расходам, которые мы анализировали в пятницу, я думаю, что американец мог бы закрыть неделю гораздо лучше, чем закрыл. Сейчас фактически уровень 101,45 и на фоне того, что мы получили и услышали на прошлой неделе, я считаю то, что доллар и японская иена полномерно движутся как минимум к сопротивлению 102 иены за доллар. В частности, еще резюмировал весь позитив, который мы получили Денис Локарт, который традиционно поддерживает американца. Как вы помните, мы с вами делали выводы о том, что у него такая миссия, что нужно основу вдохновлять трейдеров на покупки доллара тогда, когда в рост американца никто не верит. И основа Денис Локарт отметил, что ФРС сейчас максимально близок к целевому показателю по занятости. И то, что мы видим, отчеты, которые выходят в последнее время, они подтверждают те средневлагосрочные прогнозы, положительные, которые были сделаны ФРСом еще в начале 2016 года. И в частности, Денис Локарт также готов проголосовать и проголосует за повышение процентной ставки. Ближайшее сопротивление 102 иены за доллар. Я рекомендовал вам еще неделю назад, как только мы с вами окажемся в области 101,5, покупать доллар. Я считаю, что американская валюта сохраняет потенциал для дальнейшего роста. И следующей целью будет не только уровень 102,5. При позитивном, благоприятном исходе уже до конца этой недели, то есть при подтверждении оптимистичного, положительного настроя по нон-фарм Пэллса, мы сможем увидеть закрепление пары USD-кена даже выше 103 иен за доллар. То есть с учетом текущего значения 150 пунктов, полторы фигуры. Я считаю, что ради такой цели действительно можно рискнуть. Особенно зная то, что ослабление американца против иены встречает очень мощное сопротивление на отметке 101 ровно и 150, потому что в этот момент на рынке снова начинают обсуждать идею возможных валютных интервенций. Даже несмотря на то, что все понимают, что Банк Японии вряд ли пойдет на них из-за соображений незаинтересованности ухудшения экономических партнерских связей США. Потому что обвинение в адрес раздувания революционных войн это меньше, что сейчас нужно японскому монетарному руководству. Тем более, что Банк Японии действительно обязан в рамках своего мандата отстаивать показатели ПВП, но при этом должен еще и сохранять благоприятные отношения с ним из стратегических и ключевых партнеров, к которым относятся Соединенные Штаты Америки. Поэтому доллар японской иена я рекомендую покупать до конца этой недели с целью 103 иены за доллар. А может быть, сможем забраться даже еще выше. Фунт против американца. Здесь видим то, что британская валюта топчется недалеко от отметки 1.30, но все равно сохраняет уклон на снижение. Причины для ослабления фунта. Это по-прежнему неопределенность политического характера. Неясно, когда же будет инициирована 50-я статья, и для среднесрочного трейдинга этого вполне достаточно, чтобы выступать, опять же, фундаментом, на основании которого можно распродавать фунт против основных конкурентов. Наша цель с вами сохраняет прежнюю актуальность 1.28. Я надеюсь, что если в ходе этой недели после публикации отчетов по индексам производственной активности промышленности и в сфере услуг мы получим подтверждение слабости британской экономики, хотя объективно, скажу, вероятность этого крайне низка. Мы видели то, что, несмотря на все риски, последние отчеты создавали возможности для позитивного тренда и динамики в этих секторах и поддерживали фунт. Но я считаю то, что если все-таки эта неделя станет исключением, то есть мы увидим более плохие цифры, чем рынок прогнозирует, тогда давление на фунт будет возобновлено. И мы наконец-таки сможем пробить сопротивление, а точнее поддержку 1.29 по фунту доллара и приблизиться к нашей с вами цели 1.28. Из других пар, USDCAD сейчас торгуется на отметке 1.31.17. Локальный хай был очень высоко, 1.32.79. Несмотря на тот рост нефти, который мы с вами наблюдаем в последней торговой сессии, видим то, что канадец не очень-то торопливо отыгрывает этот положительный тренд. Почему? Потому что понимает, насколько сейчас плохо выглядит фундаментальная картина, если абстравироваться от динамики сырьевых активов. На прошлой неделе в пятницу вышел отчет по индексу цен производителей, который позволяет нам делать выводы от будущего показателя по инфляции. До этого, недели ранее, вы помните, что индекс потребительских цен в годовом выражении по Канаде снизился до 1.1%, что тут же стало причиной разговоров о том, что Банк Канады будет снижать процентную ставку. В пятницу вышел отчет по индексу цен производителей минус 0.5%. На этом фоне мы можем прогнозировать, что следующий спад показателя по инфляции может составить примерно 0.1%, то есть общий индекс потребительских цен будет уже в районе единицы. И показатель ВВП Канады по итогам прошлого месяца снижение на 0.1%, с 0.6% до 0.5%. Канадская экономика продолжает дисконтировать риски слабости рынка труда, рынка недвижимости и слабости промышленного сектора, что в целом еще раз возвращает нас к идее снижения процентной ставки. Я думаю, что не будет ошибки, если мы скажем, что вероятность такого исхода по итогам следующего заседания превышает уже 60%. То есть ждем следующее заседание Банка Канады, ждем снижения процентной ставки и ждем, что пара USDCAD снова окажется выше отметки 1.3250. Астралиец против доллара, новозеландская валюта против доллара. Здесь диапазон входа, как вы могли убедиться на дневных графиках, очень узок, в принципе, составляет даже меньше фигуры. Цели у нас остаются неизменными прежними. Если сейчас посмотреть на динамику новозеландца против доллара, 0.7255. Мы с вами ждем 0.70. Астралиец против американца 0.7649. Ждем как минимум 0.75, около 150 пунктов. И доллар-франк 0.9723. Эта пара заряжена также на рост в рамках текущей пятидневки, потому что если мы буквально со среды через отчет EDP по рынку труда США получим первый сигнал того, что Non-Parm Pels, скорее всего, не разочарует, тогда в рамках предстоящих оставшихся четырех полноценных торговых сессий мы можем рассчитывать на рост пары USD с ВИСи как минимум на 100-150 пунктов. И я считаю, что до конца этой недели можно ориентироваться на цель по этому тандему валютных активов на уровне 0.9850. Также, согласитесь, вполне достойный ориентир, которого можно придерживаться. Из важных событий сегодняшней торговой сессии. На самом деле, денек обещает быть весьма волатильным и интересным, с точки зрения статистики. Буквально через час выйдут отчеты по PMI производственного сектора Германии и Еврозоны. В 11.30 как раз первый индекс деловой активности в производственном секторе по Англии. Ждем слабую цифру и ждем давление на фунт. В 16.45 индекс PMI по производственному сектору по версии Market. И в 17.00 два очень важных отчета для доллара. Это индекс разгона инфляции и ISM в сфере услуг. В случае роста этих показателей, вероятность, опять же, более жестких комментариев со стороны представителей ФРС и прежде всего голосующих членов снова повысится. Мы будем с вами готовиться еще к сильному отчету по Non-Farm Parallels в пятницу. И будем продолжать делать ставку на рост американца против иены. Как я уже отметил, ценовой ориентир даже до конца этой недели 103 иены против американца. Кодовое слово на сегодня ОПЕК. Величина бонуса 16% действует он до следующего брифинга, который состоится завтра в 9.30 по московскому времени. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, как я уже отметил, канал на YouTube под видеоокном, под видеоокошком можете оставлять ваши комментарии. Не забывайте про то, что в идеале вы, конечно же, ставите лайки. Безусловно, отвечу на любую тему, которая вас интересует в сфере финансовых рынков. И напоминаю то, что сегодня в 16.30, как я отметил в начале брифинга, состоится выбер на правильный понедельник. Я с огромным удовольствием вас всех на него приглашаю. На этом все. Всего доброго. До свидания.